Я узнаю их из тысяч и найду даже спиной. Независимо от того, что у них нет пока таблички, они переехали сюда недавно. Тем не менее, московский комсомолец на Алтае. Саш, о чем материал пишешь? Об экстремизме. Вот так вот. Что, у нас много экстремистов? Да нет, теперь стало меньше. Все, не отвлекаем ребят, у них дедлайны, пусть работают, а мы идем дальше. Следующая наша остановка «Комсомольская правда» на Алтае. Редакция. О чем вы пишете материал? Про музей Титова. Что там интересного случилось? В каникулы там побывали итальянцы и турки. Вот такие космические ребята работают в «Комсомольской правда» на Алтае. Мы идем дальше, к следующим нашим коллегам. Если новости, то с толком. Давайте посмотрим, что там у них. У меня был очень интересный разговор с работником краевой прокуратуры. Мы говорили о том, как в крае нарушают права предпринимателей и бизнесменов. Поэтому, ребят, праздник праздником, работа по расписанию. Ну, толковая, толковая. Ну, естественно. У Политси Бру сразу видно еще до сих пор новогоднее настроение. Посмотрим, работают ли ребята или нет. Вот у нас Артем. Один за всех. Конечно, общались. Один за всех уже общались. Это Евгения Свободная, которая, да? Ну, тут, как говорится, ребят, без комментариев. Классика жанра. Сейчас посмотрим. Всем, конечно, нравится новость про то, что будут субсидировать рейсы из Барнула в Томск, в Казань и в Абакан. Летим, значит. Летим обязательно. Здесь работают сотрудники с приставкой «Самые-самые-самые-самые». Сейчас сами все увидите. Вот там все входит. Мы обсуждаем сценарий дня рождения журнала. Ну, мы поздравляем вас. Спасибо. Сколько вам? Спасибо. 14 лет нам исполняется 30 января. Это будет… Что у нас там в 14 паспорта? В 14. Кстати, да, это паспорт на такой возраст. Конечно же, одними печатными изданиями наш холдинг не ограничивается. Есть еще радио, рекламные отделы, интернет-издания и, конечно же, телевидение. Всех коллег с праздником, днем печати!